Добрый день, дорогие учителя! Вот мы с вами сегодня снова встречаемся после мартовской видеоконференции. Я помню, перед самым наступлением первого волны коронавируса на Россию, я ещё тогда говорила о том, как это было воспринято в Испании, с какой серьёзностью. И помню, какой тяжёлый осадок тогда остался после нашей последней встречи. Но, к счастью, всё-таки первая волна прошла, и мы уже с вами подходим ко второй. О том, как это воспринимается в Испании, и как это можно отразить и использовать на наших уроках второго иностранного языка, мы об этом поговорим в дальнейшем. Но вот поскольку это напрямую относится к теме нашей встречи сегодня, к активизации когнитивных ресурсов, то есть имеется в виду, что здесь, конечно, это тема, которая интересует ребят, которая актуальна, которая носится в воздухе, то, что своевременно можно обсудить с ними на уроке и привлечь в очередной раз их внимание, поддержать его, поддержать их интерес к изучению второго иностранного языка. Потому что я, как всегда, сижу на своём суку и продолжаю куковать про мотивацию. Потому что, на мой взгляд, это краеугольный, несомненно, это база. Без мотивации второй иностранный язык никто учить не будет в современной школе, к сожалению, это так. Но в начале маленькое грустное отступление. Я вот утром записывала, когда речь закончила, такими добрыми словами в память Селы Ивановны Соловцовой. Здесь тоже я не могу этого не отметить. Я знаю, что многие из вас её знали, помнят. Несомненно, это человек, который очень много внёс и очень хорошо поддержал в самые тяжёлые времена, в 90-е годы, во времена провала в методике, вообще в школьной системе, вообще в методике преподавания и развитии, поддержки различных систем повышения квалификации учителей. Элла Ивановна всегда была на своём посту, очень энергичная, открытая, активная, прекрасный наставник. Мы её все вспоминаем добрым словом. И вот я сейчас с очень тёплым чувством вспоминаю на этой фотографии те курсы. Это как раз были одни из первых курсов, которые проводили испанские преподаватели. Это система повышения квалификации для учителей иностранных языков за рубежом, Министерства образования Испании. Элла Ивановна всегда очень горячо участвовала в организации таких курсов. Сейчас уже, слава богу, появилось в Москве всё-таки методический городской центр. Не могу не вспомнить благодарностью Татьяну Домбровскую, которая в последних курсах нам оказывает очень большую поддержку и всегда очень тепло встречает, принимает у себя всех учителей испанского языка. Раньше эту роль выполняла Элла Ивановна со свойственным ей очарованием, энергией, открытостью и добротой. Поэтому не могу не помянуть добрым словом этого прекрасного человека, который ушёл от нас несколько дней назад. И вот ещё одна фотография, которую я нашла в своих архивах, она уже более поздняя, один из последних, или год, или два назад, курсов тоже повышения квалификации для преподавателей второго иностранного. И вот здесь мне очень нравится, что она как бы ещё раз привлекает наше внимание. Она всегда, мне очень нравилось, она всегда выделяла базовые вещи в методике и очень хорошо это доносила до своих учеников, учителей школьных, методистов. И вот это базы, которые она вдалбливала и о чём мы никогда не должны забывать. Хотя, тем не менее, конечно, на практике мы знаем, что вот первый принцип – это сопоставительный контрастивный подход к преобучению второму языку. Замечательная фраза, всё великолепное, согласно, но, тем не менее, на практике мы прекрасно знаем, что с тем количеством часов, которые есть, какой там конструктивный подход можно устраивать. То есть теоретически рассказывать мы об этом не можем, поэтому до сих пор я, во всяком случае, не сторонница того, чтобы делать на этом большой акцент, потому что, прежде всего, теоретизировать у нас, к сожалению, времени нет, много второго иностранного. Если у нас появляется какой-то третий или четвёртый час, то, извините, это уже просто суперроскошь. И это не второе иностранное, он плавно превращается в первый испанский язык. Не говоря уже о том, что английский, как таковой, он очень сильно затрудняет изучение испанского. Я имею в виду, что сколько я уже встречалась на практике, это всегда очень сильный фактор, очень сильно влияющий на фонетику и на лексику. У грамматики, да, конечно, здесь, в общем-то, есть много вещей, которые чисто интуитивно ученик может очень чётко, ну, изучая один европейский язык, второй, конечно, будет идти легче. Но я не знаю, и я думаю, многие со мной согласятся, я не знаю, чего больше, вреда или пользы, если мы сильно как бы акцентируем сопоставление двух изучаемых иностранных языков. Личностная ориентация, ну, это, да, замечательно, вы знаете, это я всегда поддерживаю, потому что личностная ориентация – это база мотивации. А вот это вот ключевой пункт иностранного языка, второго. Коммуникативная направленность обучения опять, ну, казалось бы, да, уж здесь не поспоришь, это такая притча в языцах, от которой мы не можем отказаться, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что опять во втором иностранном языке с почасовкой, которая у нас есть, мы не можем добиться автоматизации навыков, а если нет автоматизации навыков, то о какой-то коммуникативной направленности может идти речь. То есть вот здесь у нас опять, вот я отметила личностную ориентацию, теперь следующий пункт – деятельный характер, деятельностный характер обучения, то есть это да, мы, у нас очень мало времени, поэтому почему я вас забрасываю дополнительными материалами? Казалось бы, вот при каждой нашей встрече предлагаю такую огромную панораму, веер возможностей, которые вы можете выбрать и предложить своим ученикам, да потому что то время, которое мы располагаем, да, в учебнике есть всё нужное, и то, что они должны изучать, и то, что систематически, регулярно, обучающий характер имеет, всё это должно, так сказать, преподаваться, и понятно, что там это всё есть. Но мы должны выводить учеников постоянно на деятельность с испанским языком вне уроков, и это не домашнее задание, потому что мы знаем, что опять, если мы начинаем какие-то, как бы, академически подходя к этому вопросу, давать большие задания и так далее, то это выйдет только на конфликты и с учителями, и с родителями, поэтому здесь опять мы упираемся в мотивацию, в интересные темы и в дополнительные материалы, которые сами ученики будут после уроков изучать, это их, привлечь их интерес к каким-то темам, которые им будет интересно просто копать на досуге свободное время. И вот именно это основная задача, основная надежда, скажем так, учителя второго иностранного языка. Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Прекрасный пункт, но на практике этого добиться практически невозможно. Социокультурная направленность, замечательно, согласна, это у нас отражается абсолютно во всех материалах из этой базы, потому что мы практически должны сами жить в иностранном языке, ребят туда, так сказать, вот в этот иностранный язык вовлекать, привлекать и заинтересовывать всеми возможными способами. Но, кстати, Элла Ивановна в свое время говорила, я с ней согласна, что мы иногда очень увлекаемся социокультурной сферой стран изучаемого языка и превращаем этот иностранный язык в такую пропаганду Испании, испанского мира. Это замечательно. Но не надо забывать о своих реалиях. И вот здесь мы, конечно, я недавно ее читала статью, еще раз вспоминала о эмоциональном настрое учителя иностранного языка. Мы должны учить ребят не только узнавать, познавать испанский мир, но и уметь объяснять свой собственный мир, свои реалии, презентовать их и рассказывать о них своим сверстникам за рубежом. Это нельзя забывать. Интенсификация обучения второму иностранному языку, да, в чем она выражается? Потому что, конечно, это тот пункт, который иногда очень сложно принять учителю, преподающему первый иностранный язык. И я знаю, что это, в принципе, очень хороший вариант, когда в школе работает учитель английского языка, преподает первый иностранный, и какие-то часы преподает также второй иностранный испанский, например. Это с точки зрения, так сказать, организации, учебного процесса, это очень удобно для администрации, для самого учителя, я согласна. Но вот здесь методически подход другой, ко второму иностранному, и он упирается вот в эту интенсификацию обучения, потому что мы даём уже, так сказать, заранее материалы, которые на порядок выше того, что знает ученик, казалось бы. Потому что здесь ключевой пункт всё-таки, вот вернувшись ещё раз к взаимосвязанному обучению всем видам речевой деятельности, которые практически невозможно обеспечить на уроке второго иностранного. Но, тем не менее, вот в пассивных восприятии и на слух, и зрительного восприятия, вот эти навыки можно вполне развивать, и вот здесь речь идёт о том, что здесь мы даём сразу ученику материалы с большим запасом, скажем так, с большим резервом неизвестной лексики для того, чтобы систематически они тренировались для поиска информации, они тренировались на то, чтобы не пугаться незнакомого содержания лексического в тех текстах, которые они видят, а выбирать, искать именно то, что им нужно, выяснять главную мысль, не обращая внимания на неизвестные моменты. То есть языковая догадка и её развитие, вот здесь это тоже превращается в краеугольный камень. И, конечно, я знаю, что многие учителя мы беседовали, и многие считают, что, конечно, наиболее, так сказать, с практической, прагматичной, я бы сказала, точки зрения, наиболее доступное – это всё-таки приобретение навыков чтения. И это действительно так, потому что это, пожалуй, в любой ситуации, и то, на что мы можем вывести ученика в его часы досуга, то, чтобы он искал материалы, давать ему задания на это, какие-то интересные вещи, расширяя кругозор, расширяя свой круг интересов, в то же время практиковать и испанский язык, как второй иностранный. Ну ладно, в этом немножечко я как-то увлеклась комментариями базовых принципов. Но, напоминаю, вот опять возвращаемся, что в марте мы с вами говорили о COVID-19, как это в Испании воспринято, как это правильно всё произносить. Уже Реал Академия Испаньола высказалась по этому поводу, и мы можем уже правильно всю лексику использовать, высказать ребятам, но сегодня я хотела поговорить, и вот утром я отмечала, я хотела поговорить всё-таки о науке, научная сфера и как её можно затронуть при изучении второго иностранного языка. И вот на эту тему как раз выводит нас COVID, медицина, потому что тема, конечно, очень перспективная, очень полезная для ребят, потому что недаром, я знаю, что и у нас, медицина сейчас пользуется огромным успехом, как профессиональная деятельность, будущее для учеников. В Испании это всегда было очень перспективной сферой с точки зрения профессионального, выбора профессии будущего, профессиональной ориентации. И поэтому вот сегодня мы затронем вообще ресурсы, которые нам позволят познакомить ребят с наукой и с испанским языком научной сферы, и в частности медицины и здравоохранения. Ну, начнём мы прежде всего с самого простого и доступного, это, конечно, сайт Министерства, Министерия Десенции и Новосъён. Почему я его презентую? Потому что, да, мы говорили всегда, и я не устаю повторять, что нам, испанцам, везёт, потому что сеть, интернет – это огромный источник ресурсов. По испанскому языку здесь просто океаны самых разнообразных ресурсов, и лексических, и грамматических, и видео, и аудио, и YouTube. И я уже не говорю про Pinterest, который я всегда рекомендую очень. Да, из них периодически будете натыкаться на какие-то платные ресурсы, но, тем не менее, и бесплатных там огромное количество. Но вот если отпускать учеников в свободное плавание, конечно, нельзя, потому что здесь могут встречаться различные подводные камни. Но вот на официальных сайтах, министерств, различных организаций, общественных, официальных организаций, образовательных, здесь таких подводных камней нет. И вот на сайте министерства мы спокойно можем отправить учеников, выяснить какую-то информацию, например, по тематике, которую сейчас… Да, очень приятно видеть учителей из Латкарина. Да, и Еленой из школы Латкарина. Я потом в конце хотела бы еще сказать несколько слов. Извините, я все никак не напишу вам электронное письмо. Надо ответить. Я вам напишу. И вот после нашей встречи сегодняшней, потому что мне нужно с вами еще, так сказать, побеседовать, пояснить некоторые вещи. Вот, вернемся к нашей теме. Министерская страница. Вот здесь интересно с точки зрения нашего, учительской, то, что в Испании по всей организации правительственной, министерства, вот Сиенсии и Новосъемов в частности, очень большое внимание уделяют привлечению детей, школьников, подростков, молодежи к сфере науки. Потому что, понятно, это во всем мире сейчас больной пункт. И главное – возбудить, пробудить интерес к этой сфере. И вот сейчас, тем более, очень модная тема «Мухэре сенсиенция». Вот здесь в дальнейшем мы можем увидеть здесь еще огромное количество ресурсов для самых маленьких, там вот книжки-раскраски и до взрослых, то есть действительно биографии, рассказы о женщинах-ученых и вкладе в науку. Я просмотрела, но, к сожалению, вот меня единственное, что здесь задело, это то, что, конечно, российских женщин, к сожалению, там нет. Это печальный факт. Ну вот, я думаю, мы можем посодействовать в том, чтобы они появились. И вот здесь много разнообразных, не только по теме женщины и наука. Но, в частности, вот, например, еще одна в дальнейшем, там в ресурсах вы видите сноску, и можно найти. Это Consejo Superior de Investigación Scientifica. У него тоже есть своя программа в школе для школьников, и я вам очень рекомендую, вот, своим ребятам дать этот материал. Вот здесь есть два, как бы, направления, знакомства. Сиенция на лаула, аппликационес, вот слева вы увидите, активидадес, и здесь аппликационес, сиенция на лаула. Это целый мир огромных, вот, различных программ и материалов, которые готовят сами учителя и с учениками, причем с дошкольного обучения, это дошкольное, начальное, среднее. И очень интересные материалы, потому что там есть видео, есть опыты, которые делают сами ребята, но мы сейчас к этому дойдем. А вот, в частности, здесь есть, например, презентация этой программы Совета исследовательского Испании в школах. И, например, ребята здесь могут даже элементарно найти имена ученых всемирных и объяснить, кто есть кто. И вот здесь, тем более, вы видите даже очень большое количество различной информации, и, в частности, вот, я говорю, самые элементарные задания им можно давать, там, например, кто больше имен ученых найдет в этой презентации. Или, например, упоминание России. Ну, вот здесь, пожалуйста, СССР, спутник 357 года. Очень приятно было прочесть, хотя и в одной фразе, но, тем не менее, испанцы согласны, что... Вот очень приятно, что даже вот в образовании наш первый спутник послужил толчком для преподавания науки и научных знаний в средней школе. То есть это вот один из видов поиска какой-то информации на странице, то, чем можно задать учеников. А с другой стороны, вот то, что я вам уже говорила, аппликационы с НЛАУ, на то, что было в левой колонке. Если туда идут ученики, то перед вами открывается такая страница сначала сводная. Здесь и флотацион, магнетизм, теория молекуляр, оптика, электрисидат, механика, акустика, разные сферы науки, относящиеся к разным предметам. Очень простые, элементарные иногда опыты можно здесь найти. Ну, вот я чисто первую флотацию представляю здесь талер de сиенциях на enseñanza infantиль, это вообще пресколар. Репортаж del проекто, jugando con el agua, construyendo un barco, проекто, лава пресколар. Здесь, повторяю, здесь есть и эдукацион infantиль, и примария, и секундария. И вот здесь ребята могут найти, воспроизвести какой-то из этих экспериментов, потому что они самые доступные, элементарные и безопасные, или найти наиболее понравившийся им эксперимент, пусть посмотрят и презентуют, расскажут в классе, или сделают какую-то работу, снимут видео у себя. Даже, может быть, не говоря по-испански, они видят эту информацию, они её смогут понять и обработать, и это уже будет большим вкладом в развитие их мотивации к испанскому и к развитию их научного кругозора в том числе. Вот единственное, я должна вам сказать, пока я не забыла, что вот здесь, к сожалению, конечно, я понимаю, во-первых, всё это упирается в наши технические возможности, в технические возможности учителей, но я надеюсь, всё-таки нормальные компьютеры такие, потому что это не требует каких-то супермощностей, нормальные компьютеры, нормальный интернет, но вот, к сожалению, у нас бывают проблемы с доступом к испанским сайтам, это да. Я уже сталкивалась много раз, мы разговаривали об этом, о том, что, например, даже к сайту «Доступ из России закрыт», он в каких-то вредоносных списках, в списках вредоносных сайтов, поэтому вот я не знаю, из-за чего это могло произойти, но я догадываюсь, что, видимо, может быть связано что-то с тематикой ЛГБТ, потому что, к сожалению, вот с этим тоже будьте осторожны, вот учитель должен, так сказать, держать ухо в остро в этой области, потому что у нас-то это как раз в школе никоим образом не затрагивается и невозможно. В Испании это, к сожалению, в учебных заведениях есть различные, очень мягко, без всяких глупостей и грубостей, но тем не менее, вот даже недавно мы смотрели фотографии одной школы мадридских, которая хочет как бы завязать связи с московской школой, и у них в коридоре прекрасный плакат о поддержке ЛГБТ висит. Вот я не знаю, как реагировать на эти ситуации, признаюсь, но как бы это мелочи, к этому можно не привлекать внимание, казалось, но тем не менее, к сожалению, вот это мелькает. Слава Богу, в науке, поэтому я говорю, что будьте внимательны, но вот здесь у нас сплошная физика, механика, оптика и так далее, поэтому это довольно с этой точки зрения не опасно. Но тем не менее, так вот, о чём я хотела сказать? Я очень рекомендую, хотя я не имею к этому никакого отношения, это вот, я имею в виду навигадор, по-русски не помню, как это называется, опера. Опера, она прекрасно позволяет, вот и у меня вот эти ресурсы, казалось бы, это, я повторяю, Consejo Superior de Investigación Científica del Ministerio de Ciência e Innovación de España, абсолютно государственное учреждение, и здесь без глупостей, всё совершенно чётко. Но вот этот сайт у меня открылся только в опере, в Enel Buscador, вот этот, наверное, навигадор опера. Поэтому вы не отчаивайтесь, если у вас что-то будет не открываться, вот, к сожалению, есть такие вещи. Но опера, я думаю, абсолютно общедоступный этот браузер, поэтому можно его скачать совершенно свободно. И вот в нём и Java работает, который не работает на некоторых сайтах, у меня в других браузерах, но вот в опере работает всё. Поэтому, вы извините, я вот такую техническую деталь сочла нужным отметить. Далее, возвращаемся опять к сайту Министерия de Ciência e Innovación и другая линия действия. Это линия Museus, Museo de Ciência e Tecnologia, которые есть в очень многих городах Испании. Список их тоже есть на этом сайте. И вот эти музеи тоже прекрасная, так сказать, прекрасная возможность для того, чтобы ребята могли найти интересную информацию по науке, по технологиям. У них во многих есть различные тальеры, visit us online, también se puede verlas. И я вот, например, рекомендовала бы даже такое, во-первых, например, в каких городах Испании, сколько в Испании музеos de Ciência e Tecnologia, в каких городах они существуют. Компарае информацию на пагина web, por ejemplo, Музео de Ciência e Tecnologia de Madrid и el Museo Politecnico de Moscú. Но, к сожалению, у нас политехнический музей в Москве, он еще, по-моему, довольно сокращенно работает. Там какие-то все перестройки, по-моему, которые еще до сих пор не закончились. Но, тем не менее, сайт у них действует, и ребятам будет интересно сравнить и увидеть, где же, какая информация подается на сайтах, так сказать, или на выставочных залах музея, двух аналогичных музеев, в Мадриде и в Москве. Какой-то разработать свою программу посещения, того и другого музея. «Презентуй» Музео Politecnico de Moscú от узкомпанировать испанелись, например. То есть вот здесь какие-то задания, которые бы заставили... Ну, конечно, это речь идет о тех ребятах, у которых есть интерес к этой сфере. Просто я обратила внимание о том, что мы с вами говорили, конечно, прежде всего, вот, то, что я отмечала, бытовая лексика, туризм и путешествия, культура, традиции. Это все замечательно. Это традиционная тема изучения иностранного языка. Но вот наука всегда кажется, что это как бы что-то такое далекое, и лучше к этому в спецшколе, может быть, в конце там подходить. А вот здесь-то как раз в спецшколе, когда они глубокие гуманитарии, к этому подходить зачастую уже неинтересно. Я никогда не забуду, как одной из своих очень хороших учениц, когда я еще работала в спецшколе с углубленным изучением испанского языка, дала какую-то испанскую задачу. Она действительно была немножечко задача такая с хитростью. Но там нужно было показать логику и математическое мышление. И я никогда не забуду, что ребенок у меня просто обиделся всерьез, потому что она не поняла, зачем я ей по-испански дала эту логическую и математическую задачу. И как это так? Можно на уроке испанского, оказывается, еще и математикой заниматься. Вот это наивное такое удивление. Меня в свое время так потрясло. Но я понимаю, что, конечно, дети, они тоже, вот шоры на них мы надеваем иногда, и они в этих шорах действуют, что вот на испанском нужно заниматься вот этим, а на математике тем. И пересекаться они между собой не должны. Но вот тем не менее у ребят, особенно когда мы занимаемся вторым иностранным, то сферы, их интересы могут быть самые разнообразные, самые далекие от гуманитарных. Поэтому чем больше, чем разнообразнее материал, которым мы владеем, которым мы можем подогреть интересы, мотивацию учеников, тем лучше. Вот на сайте, например, одного из музеев есть очень забавный PDF, то есть такая гия по музею с презентацией различных экспонатов из этого музея, с объяснениями. И вот тоже здесь какие-то элементы, какие-то экспонаты можно ребятам представить. И потом, например, наоборот, дать задание, найди вот что это такое. Потому что действительно вначале им даются всякие задания, угадай, что это, а как ты думаешь, для чего может это служить. И в конце это можно как раз найти ответы в самом конце этого материала. Это файлы, которые можно скачать на сайте. Вот в частности, это у нас Музею Националь де Сиенция и Технология. В каком городе не могу сказать. Алкобендас. Вот это у нас, нет, это у нас Коруня. Потому что, видите, здесь Коруня, Алкобендас и подряд. То есть это на сайте Министерия де Сиенция и Инновацион, раздел музеев, Музею де Сиенция и Инновацион, и вот там можно найти список музеев, и прямо по ним можно посмотреть. И я уже не помню, на каком конкретно сайте какого из многочисленных музеев науки Испании, но, по-моему, это мадридские всё-таки, хотя я не уверена, извините. Но материалов очень много на каждом сайте. Я хотела просто ваше внимание привлечь к этому источнику информации. И ещё опять отметить, вот Саппус и Принцесса с Эльмундо Эс, потому что это очень хорошее приложение к Эльмундо, и здесь было очень много материалов, я представляла ещё в марте, но тогда больше общие материалы по различным занятиям с малышами, потому что Испания тогда и была на карантине вся, и вывешивалось очень много материалов в общем доступе для мануалидадес, активизации, науке по различным отраслям для детей. И вот тоже, но это уже, к сожалению, это организация общественная, которая предлагает платные программы. Но, тем не менее, у них на сайте очень много бесплатных материалов, и они по различным областям знаний, по различным научным сферам всё это распределено. И Планетариус, и вот опять вы видите различные разделы физики. Это всё с большим количеством очень забавных видео, фотоматериалов, и рассчитано как раз на детскую аудиторию, на школьников, поэтому эти материалы без опасения можно предлагать ученикам. Вот сайт, учтите, что здесь они пишут edukaciencia.s, но это edukaciencia.com. Они, видимо, поменяли сайт, поэтому просто чтобы... Ну, в принципе, если вы введёте, я думаю, на com вас тоже перекинет, но просто вот тот сайт, который здесь у них выходит, он заканчивается на .com. Это просто образец того, что они предлагают. textos y dibujos originales para los más pequeños y los más pequeños. Например, el sistema solar. Вот выясни, как называются планеты по-испански, например, какой порядок планет в Солнечной системе. Вот такие различные задания, которые можно ребятам давать. Ещё один. Вот это очень прекрасный сайт, который меня привлёк прежде всего интерактивными упражнениями. Это, конечно, вы поймите, это всё рассчитано на . Это всё материалы не L, а просто primaria, infantil e enzinhacia secundaria española. Para los niños ispanoblantes, повторяю. Но, тем не менее, поскольку, вот как ни парадоксально, но в науке мы сейчас увидим, в медицине, в науке есть очень большой объём лексики, которая является международной, универсальной или, так сказать, заимствованной или просто универсальной лексики или с едиными корнями. Зачастую, вот я в этом убедилась, наука как раз для второго иностранного, для работы над догадкой в чтении, чтении с неполным пониманием содержания. Вот это очень хорошая сфера, потому что она даёт большие возможности ученику догадаться, о чём же здесь идёт речь на основе каких-то вот универсальных лексических единиц. И здесь тоже «Huegos de sciences naturales», вот я сноску вам даю, тоже по различным научным разделам это всё даётся. И что касается медицинной «Siencias naturales», «Cuerpo humano», вот здесь по различным sentidos, «Huesos de cuerpo», «Musculos del cuerpo». И повторяю, мне здесь нравится то, что это опять интерактив. Интерактив, к сожалению, это очень редкая у нас вещь. С моей точки зрения, конечно, это было бы очень привлекательным для учеников, потому что на внеурочное время для того, чтобы они сами этим занимались, конечно, им любопытно хотя бы вот даже это. Каким образом это можно проверить, подумайте сами, что они могут представить. Они могут представлять, здесь сама программа оценивает правильность их ответов. Как вы видите, вот красненький крестик, зелёненькая галочка. И начиная с самых элементарных вещей, «Eformat, jenestu obhetu» и до… Ну вот это образец того, как заканчивается, какая-то игра заканчивается, интерактивная, quiz такой, им предлагается ещё серия материалов по этой теме, в этом разделе или в другом разделе. И всё это очень для учеников, несомненно, имеет характер такого, энтретейнменту, но очень полезного, понятно. Например, «Salute bienestar la nutricion y la salud» – очень хорошая тема, которая на наши материалы выходит непосредственно, но, конечно, на уроке очень мало времени для того, чтобы всё это отрабатывать, чтобы всё это автоматизировать. Это наша боль постоянная, потому что добиться автоматизации и каких-то навыков на уроке невозможно. Вот, тем не менее, вот здесь, пожалуйста, ребёнок будет с удовольствием заниматься. «Recuerda que nois adecuado comerlos todos los días, que contengan glucidos y grasas». Ну вот, тем не менее, «глусидос», конечно, не очень понятно, но, тем не менее, здесь чисто интуитивно можно понять, о чём идёт речь. А сама программа, как я уже сказала, оценивает их ответы, то есть вот зелёненькими кружочками можно, так сказать, она подчёркивает то, что выбирается правильно или как-то не реагирует то, что неправильно. Вот совершенно прекрасный нам знакомый тип заданий, «verdadero falso». нужно все фразы распределить по двум разделам, «verdadero» и «falso». «La leche es beneficiosa para los huesos». «Verdadero». «La leche no es un alimento». «Falso». «La leche proviene de las plantas». «La leche contiene calcio». То есть вот эти фразы, вот здесь, конечно, можно даже просто передвигая их, выясняя правильно это или неправильно, уточнить какие-то понятия. По теме «compras» даже, но и в то же время научное содержание здесь, конечно, есть. Вы видите, что здесь? «Rekomendaciones», «fabricantes», «ingredientes», «cantidad», «alergicos», «information nutricional», распределить это по разделам, к которым относятся надписи на упаковке. «Alergicos», «por ejemplo, contiene lactosa». «Lactosa», вот, пожалуйста, новое слово, конечно, нет ни в учебнике, нигде, но тем не менее, я уверена, что ученик из русского языка его прекрасно поймет. И здесь во многом так. Дальше. «La nutrición y la salud», «los hábitos saludables», «relacionados con la alimentación», тоже задание. «Juegos sobre las dietas para minios de primaria». Эти материалы лексические как раз выходят на многие разделы нашего учебника. «Quanta soras debemos dormir al día». Программа сама оценивает правильность ответа. Вот здесь тоже автоматически с программой принимает только то, что правильно. Это «cellula vegetal» наверху и уже рядом вот то, к чему относятся «nucleo» верхняя, «citoplasma» и «membrana». Понятно, что интуитивно эта лексика вся понятна. «Cellula animal» – вот то, что образец того, как они это выполняют и что имеют в конце. «Las cellulas vegetales además de membranas tienen una parede». Ну, это правильно оказывается. Я сама этого не знала. И вот тоже вы видите, здесь все два неправильных «enunciado», два правильных. Вот ученик это может отметить. Даже такие вот задания, хотя там в принципе это по научному языку и сферы различных наук, но есть разделы языка испанского, и они здесь отрабатывают прекрасно то, чем мы занимаемся в пятом классе. «Lechos de tras en cima abajo delante». И все это с картинками, и все это интерактивное упражнение, которое сама программа, как я уже говорила, проверяет и оценивает. То есть вот тот ресурс я вам очень рекомендую, потому что там очень много материалов. Ну, я вот там на одной странице, как раз, я думаю, можно не возвращаться, вы видели адрес этой страницы, адрес этого портала целого, где можно найти все эти материалы. И к следующей теме переходим в «Universidades». Вот здесь я вам просто, как один из образцов, дала еще один источник, так сказать, наших ресурсов дидактических. «Museo de ciencias de la Universidad de Navarra». Очень хороший университет, и многие университеты предлагают на своих сайтах материалы для школьников, материалы для ребят, или вот различные свои интересные презентации. И «Museo de ciencias de la Universidad de Navarra» тоже имеет очень много интересных материалов, но это уже для более взрослых. Я имею в виду, что ребятам, может быть, старшеклассникам, будет интересно увидеть такие цветные, очень интересные материалы, которые выходят по залам. Но здесь, к сожалению, это более высокий уже, так сказать, научный уровень, и это скорее для старшеклассников можно рекомендовать. И в дальнейшем, вот про эту серию, так сказать, которую я вам подготовила по... Опять мы возвращаемся к COVID. И по модели испанского экзамена DELE, я вам предлагаю вот здесь материалы, связанные с вирусом, и с нашей актуальной угрозой, которая давляет над всем миром. «Cómo conseguir una desescalada segura?» Вот, пожалуйста. «Desescalada», я думаю, тоже легко понять, что это такое. Третья 1. «Обсерва» «Ла иллюстрация» «Индика» «Куаллес» «До иллюстрация» «Куаллес» 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 Это маленькое напоминание, презентация лексики, которую они очень хорошо знают в своем языке и которая им, повторяю интуитивно, будет абсолютно понятна и доступна. И все эти фразы, и вся эта ситуация им будет понятна в соответствии с тем, что они живут, что они проживают в настоящий момент. Тати 2. Релательно каждую рекомендацию с непосредственностью. correspondiente porque la comunidad científica realiza las siguientes recomendaciones para evitar la propagación del virus es más primera columna recomendaciones mantener una distancia física de dos metros en españa se recomiendan dos metros y tal porque buscamos en la columna de derecha a qué explicación se da a esta recomendación por ejemplo porque se considera que las gotículas exhaladas no se propagan a esta distancia a esa distancia a dos metros gotículas gotas no es la misma información que pueden obtener en español y que pueden explicar en español porque tienen todo el léxico y las frases accesibles en esta tarea tarea 3 aquí comprensión de lectura un modelo según las tareas de lectura de dele a de la prueba de él y yo no sé si alguno de vuestros alumnos y si todos es ваших учеников cuando te gusta de estos años no tiene menudo me нравится еще эта форма потому что она с одной стороны тяжела потому что здесь дается несколько текстов сначала дается несколько фраз enunciados связанных по теме связанных по содержанию с одним из презентуемых в дальнейшем текстов и 6 sinco enunciados y seis textos para que selección en el texto que corresponde a cada enunciado pero enunciado pero enunciado el primer enunciado el COVID-19 provoca infecciones respiratorias y se transmite por fluidos y aerosoles es этот текст f потому что вот в дальнейшем здесь на двух страничках да я даю 6 текстов вот последний из них как раз соответствует первому enunciado и объясняет что такое los coronavírus son una amplia familia de virus que pueden provocar diversas aficciones desde un resfriado común hasta enfermedades más graves вот поскольку тоже я говорю что это актуальная очень известная всем информация поэтому они смогут здесь ориентироваться чисто интуитивно и вернемся другима anunciados la mascarilla es nuestra mejor compañera corresponde a un pequeño texto que describe el uso de la mascarilla es el texto vamos a ver de el texto de a todos los encuentros sociales y familiares nos acompaña ahora la mascarilla los científicos indican que las mascarillas protegen de la transmisión del virus por el aire даже течение этого таких текстов слуха тоже был бы определенная практика произношения не говоря уже о том что вся лексика повторяю им в общем здесь они на ориентировку в системе недостаточного лексического понимания могут получить полный es más probable el contagion locales cerrados sin ventilación es difícil mantener la distancia recomendada durante la reuniones familiares las fiestas en casa son muy arriesgadas durante la pandemia y вот этих anunciados каждый соответствует одному из следующих текстов их надо распределить по этим текстом еще одно из заданий которые мы можем предложить но это смотрите это кого такое посатемпо бинго салют это можно сделать в любой тематике одно из любимых вариантов заданий наших испанских преподавателей или вы знаете это как забыла как это по-русски называется карточки которые в которых надо заполнять как бы закрывать слова которые читает ведущий значение то есть вот эти слова даются со значением с их пояснением на испанском языке и вот ученик должен у себя соответствующее слово найти и закрыть если она есть и в результате в конце когда кто-то закрывает все слова на своей карточке кричит бинго вот идет общая проверка то есть какие слова у него закрыты были ли уже эти слова представлены ведущим но это был как образ один из образцов то этой игры которую можно при как бы приурочить к любой тематике но тем не менее вот очень забавная игра который очень любит наши преподаватели но это конечно можно дать задание я всегда прошу и предлагаю учителя все говорят что у нет времени чтобы какие-то игры там какие-то карточки и лото какой-то готовить пусть ученики это сделают и распределять слова заодно выяснив что означают эти слова так это вот сегодня основа тот материал который я хотела вам предложить большое спасибо за внимание надеюсь мы с вами еще дальнейшем встретимся если у вас есть какие-то вопросы с удовольствием отмечу отвечу и я всегда да очень мне всегда очень приятно когда и учителя узнают какие-то новые ресурсы знакомиться с какими-то новыми материалами чтобы вы могли располагать огромной базой данных которые вы можете предложить своим ученикам материалом большое спасибо 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 спасибо